Уважаемые леди и джентльмены, мадам и месье, гера и фрау, товарищи и товарищи, ВОТО канал приветствует вас. Начинаем очередное заседание Петербургского клуба джентльменов и с вами я, президент клуба Константин Милихан. Звоните нам по телефону, задавайте свои вопросы, можете чужие, если нет своих. Мы ответим на любой вопрос, ответы у нас уже заготовлены. Ну, а я хочу тем временем представить вам джентльмена, с которым мы, надеюсь, проведем этот ближайший увлекательный час. Это моряк, связист, радист, автомобилист, телеведущий, радиоведущий, компьютерщик. Ну, может быть, не все я сказал. И просто хороший человек, хоть и считается, что хороший человек не профессия, но джентльмены так не считают. Итак, встречайте, у нас человек эпохи Ренессанса, человек очень опытный, я бы сказал, бывалый, более, так сказать, по-русски. Это Александр Цыпин. Здравствуйте, Константин. Здравствуй, Саша, еще раз. Ну, после такой встречи, я даже не знаю. Вы знаете, что мне стало интересно вдруг? Когда ты представлял сам себя и сказал о том, что ты президент, как-то вот на фоне разворачивающейся президентской гонки в России. Вопрос. Нет ли каких-то кандидатов, которых ты, может быть, опасаешься, и нет ли у вас какой-то скрытой президентской гонки в клубе джентльменов? Нет ли каких-то претендентов на твое почетное место? То есть, интервью, теперь будешь ты мне, значит, со мной, мне будешь задавать вопрос, я буду отвечать. Да нет, в общем, как-то джентльменов как-то очень мало вообще. Даже в Петербурге. Нас с тобой мало. Нас очень мало, даже в Петербурге, несмотря на то, что, казалось бы, самый джентльменский город России должен быть. После Одессы. Вот ты спрашивал меня, смотрят на стоимость. Вот видишь, что нас, оказывается, кто-то смотрит. И вот прежде чем мы начнем передачу нашу, мы сейчас примем звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Да, мы вас слышим. Здравствуйте. В эфире. Да, здравствуйте. Как жизнь? Как жизнь? Хорошо. Хорошо? Да. Угу. Так, подожди, мы ее спрашиваем. Мы вас спрашиваем. Вы за кого голосовать будете? За кого? Я, наверное, за Неронова. Ну, я считаю, что исчерпывающий ответ. Да. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Содержательный такой. Спасибо за звонок. Всего вам доброго. А вот, кстати, вот перед прямым эфиром мама меня всегда напутствует. Вот говорит, Костя, только не ругай наши порядки. Я ей всегда говорю, мама, ну откуда у нас в стране порядки? Как их можно ругать то, чего нет? Ну, вот я, кстати, вот мы сейчас вспомнили Путина. Вот ему задали вопрос где-то на какой-то конференции. Владимир Владимирович, а вот может после ваших очередных двух сроков президентских вот прийти к власти, стать президентом России женщина? Он говорит, не только может, но даже должна стать женщина. У меня же две дочки и воспитываются. Да, так что будем надеяться, что стабильность, к сожалению, нас не покидает пока. А вот скажи, пожалуйста, ты будешь за кого все-таки голосовать? Вот мне, честно говоря, нравится Путин очень. Потому что вот вспомнил 90-е годы, какой был бандитизм, рейдерские захваты. Но сейчас мы перейдем, кстати, к Радио Рокс. Мы хотели начать с этого момента, но вот у нас такой быстрый звонок. Не могу разделить твой восторг нашим президентом, честно говоря. И если будет второй тур, там посмотрим. А в первом туре я точно не буду голосовать за Владимира Владимировича, при всем уважении к нему, может быть, лично как к человеку, но вот эта конструкция, в которой мы живем, ну, мне не очень нравится. Я не... Ну, это мы сейчас уйдем на зыбкую почву. Нет, у нас свободная страна, свободная страна, и... Если коротко этого, то я не буду за него голосовать. Ну, вот все-таки вот скажи, пожалуйста, у нас еще оказывается звонок, наверное, та же дама звонит. Сейчас мы включимся. Но все-таки вот Путин, посмотри, на него рисуются карикатуры, делаются шаржи, сотни анекдотов про него рассказывают. Он все это позволяет, разрешает. Тысячи статей его критикуют. Он все это разрешается, понимаешь? При Сталине бы, или при Хрущеве, при Брежневе, Андропове, Черненко, даже Горбачеве было бы такое. Я думаю... Только Ельцин вот начал позволять. Раньше сажали за анекдоты, расстреливали, при Сталине просто расстреливали. При Брежневе и Хрущеве сажали за анекдоты. Хотя анекдоты, это самая большая, популярная для человека, вот если о нем рассказывают анекдоты. Черчилль говорил, что такое слава? Это не то, что вот там тебе везде хвалят, там памятники стоят. А вот карикатура на тебя в журнале Панч, такой сатирический журнал. Это уже слава. Вот это настоящее слава. Да, мы вот все-таки, я думаю, что это нам опять звонит та же дама с тем же вопросом. Мы примем второй звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Слушаем, слушаем. Да, мы слушаем. Вы очень хорошо говорите о политике, но хотел бы поговорить о юморе. Скажите, пожалуйста, у вас книжки выпускаются? Да, вот одна из книжек «Витамин У». Да, я ее буду дарить в конце Саше Цыпину. Ну, вот десяток книжек вышло, наверное, моих афоризмов, анекдотов. А где их можно купить? Ну, можно купить в буквоеде, в доме книги, я не знаю, в лавке писателя, наверное, там уже все продано. Ну, вот… То есть они продаются, да? Продаются, да. Ага. Очень хорошо говорите, нравится. А вы еще почитаете что-нибудь? В смысле почитать? А понимаете, читать юмор очень сложно, вот когда вот в студии всего один человек. Потому что юмор требует реакции, смеха, поэтому лучше читать вот в юморе, понимаете? Вам нужна аудитория, что ли? Нет, а дело в том, что, понимаете, что… Вас всегда с удовольствием слушают. Это очень остроумно, очень лаконично и очень остро. Понимаете, когда телезритель смотрит передачу какую-нибудь вокруг смеха там или юрмала, ему нужна подсказка, чтобы засмеялись зрители там вот, за кадром. Вот. А так ему кажется, что глупость ты какую-то написал, если нету смеха, и в то же время, наоборот, читаешь глупости, и люди смеются, кажется, да, ты в этом что-то есть, это остроумно, да, это умно. Но мы будем стараться шутить, чтобы вам понравится передача, конечно. Спасибо вам за хороший звонок. Первый раз у нас такой теплый звонок. Вот. Ну что, вернемся к Путину? Да, мы вернемся все-таки к Радио Роксу, вот где ты работал, и у вас произошел что, рейдерский захват? Как это называется? Ну, трудно сейчас сказать, что на самом деле произошло. Ну, разгранили вас. Это называется такой формулой спор хозяйствующих субъектов. И, как уже теперь выяснилось, на протяжении многих последних лет учредители радиостанции Радио Рокс между собой делили вот это имущество. Кто там главный, кто не главный. И вот настал такой момент, когда люди, которые находятся в Москве, доказали через суд, что там им принадлежит больше пакет акций, что они как бы главные. И в какой-то момент они назначили своего директора радиостанции, другого человека по фамилии Павла Самсонов. Ну, это уже детали, да. Который отдал приказ на телебашню. Я вижу звонок, вижу, сейчас возьмем. И на телебашне инженеры, обслуживающие передатчик 102FM, вынули из передатчика наш кабель из нашей студии. И вставили туда кабель, который вещает из Москвы то, что мы сейчас и слышим. И таким образом наши радиостанции, весь коллектив, около 60 человек оказались никому не нужны. Большая команда, 60 человек. Вот, Саша, вот нам сейчас звонят, вот звонили две дамы. Вот как ты думаешь, третий, третий? Я уверен, что дама. Ты джентльмен думаешь или думаешь, дама, да? Дама, дама. Я тоже думаю, дама. Говорите, пожалуйста. Вы дама? Здравствуйте. Это дама. Вот вам анекдотик времен Брежнева, за который никто никого не сажал. Это что за большевик? За просто на броневик. Кстати, да. Он большую кепку носит, букву пер не произносит. А это что за бармалей? Забрал старт на мавзолей. Он густые брови носит, букву фе не произносит. И никто никого никуда не сажал. Больше того, я вам подарю, при Сталине было очень много анекдотов про Сталина. Не буду, чтобы затягивать время их повторять. А вашего Путина я в гробу видел в белых тапочках. Очень остроумно и очень свежо, оригинально, содержательно. Сталин, оказывается, не сажал. Вот это открытие вообще такое. Нет, Сталин сажал. Но для меня тоже новость, что, оказывается, были анекдоты про Сталина во времена Сталина. Может быть. Нет, анекдоты всегда были при всех царях. Всегда, что бы ни делали с народом, народ все равно рассказывал анекдоты. И даже под страхом усекновения головы. И вот все-таки скажи, пожалуйста, Саша, вот ты вот придумал такую вещь интересную. Ты пришел в Фонтанку.ру, а это считается, может быть, наверное... Это самый мощный информационный ресурс в Петербурге в интернете. Да, в Петербурге, потому что когда Яндекс вот включаешь, там кроме Фонтанки.ру больше нет никаких СМИ. Больше скажу. В мою бытность работы на разных FM-радиостанциях, но в основном на Радиорокс, все выпуски новостей радийные обычно готовятся в Петербурге. Вот петербургские FM-радиостанции, они все практически на 90% берут новости местные, городские, с Фонтанка.ру. Вот. Так что это то, что читается в FM-эфире. Но вообще работать радиоведущим, ты все-таки и там сейчас работаешь радиоведущим. Вот как-то получилось. Вот сначала радио на теплоходах Балтийского пароходства, а потом радио вот такое настоящее. Вот мне кажется, радиоведущим все-таки проще работать, чем телеведущим. Тебе не надо краситься, хорошо выглядеть там. Я думаю, это дело привычки. Если ты прибежал, быстренько напудрился, быстренько там реснички. Я видел, как ты готовился. Очень профессионально и быстро. Ты знаешь, что, Саш, вот я знаю одного директора одной радиостанции, очень мощной, очень популярной по всей России. Нет, нет, я не буду выдавать этого директора. Он сам очень любит вести передачи. И он где-то с 12 или с 11 вечера, с 12 до 3 ночи, до 2 часа 3, он ведет прямой эфир по радио сам, по-своему. И он, значит, в трусах, если это жара, июль, там он в трусах, ноги на столе, тут у него банки с пивом, и он балдеет, отвечает на вопросы, шутит. И никто его не видит. Его никто не видит. А он директора известная очень радиостанция. Ну, в нашем случае теперешним исключено. Да, может быть, кто не знает, я, пользуясь моментом, хотел бы сказать два слова, что коллектив радиостанции «Радиорокс», ну, конечно, мне жаль всех сотрудников и сотрудников рекламного отдела, и все то, что сопутствует любой организации, бухгалтерию и так далее. Но все-таки радиостанция, как правило, это ведущие. Правильно? И я очень рад сообщить, если кто не знает. Знайте теперь, что коллектив радиостанции «Радиорокс» в количестве пяти человек. Это четыре ведущих. Это Александр Ромашова, «Золотой голос России», Михаил Яруков, дедушка FM-диапазона. Ну, может, 55 человек остались за мордом. Женя Глюк, который ведет здесь эфиры. И я, ваш покорный слуга, это четыре ведущих. И наш бессменный технический директор и звукорежиссер Дима Андреев. Вот в пятером мы из бывшего «Радиорокс» трансформировались теперь в радиостанцию, которая называется «Фонтанка.фм». Расположены мы по адресу www.fontanka.фм. И являемся мы частью «Фонтанка.ру». И если вы зайдете на «Фонтанка.фм», то вы увидите, ну, во-первых, огромный плеер, нажал, сразу звук пошел. А самое главное, вы увидите в ведущих видеотрансляцию из студии. И там уже в трусах не посидишь. То есть там идет параллельно у вас через интернет параллельная трансляция. Да, 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 да. Две камеры на ведущих и на гостях. Саша, да, а вот ты мне скажи, пожалуйста, вот ты согласен с такой мыслью, что вот на радио работают умные, а на телевидении красивые? Смотря где на телевидении, смотря где на радио. Потому что если мы говорим о молодежной музыкальной радиостанции, где просто сидит диджей, там умным не нужно быть. Нужно просто быть, что называется, в теме, знать этих исполнителей и так далее. И тогда ты можешь сказать, а вот сейчас выступил такой крутой, там, кто-нибудь, Леди Гага, а вот после нее будет вот это, вот это, вот это. И если на такой радиостанции нет тематических умных передач, то там, собственно, и ведущим особо ум не нужен. Нужен навык. То же самое касается и телевидения, как мне кажется. Хотя на телевидении, конечно, внешность включается вот в этот набор необходимых вещей, наверное. Но если вы отвратительный внешне, но при этом умный, нежный, интеллектуальный мужчина, джентльмен, естественно, то, в принципе, неважно, как вы выглядите. Главное быть трезвым и умным. Вот, да, хорошо. Вот, Александр, вот ты берешь интервью, и даешь в эфир новости иногда. И вот ты делишь новости вот на хорошие новости и правдивые. Вот у тебя есть такое разделение? Вот хорошие новости и правдивые? Я бы по-другому сказал. На хорошие и плохие. Да? Так простите. А правда-неправда сложно определить, потому что если перед тобой появляется в онлайне, прямо в новостной ленте какие-то новые, 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 это вот можно видеть прямо по-живому. Мы видим, сейчас. Такая вот колбасочка идет, следующая новость свежая выталкивает предыдущие и так далее. И так далее. Ты не можешь проверить. Ты читаешь заголовок нападение на МВД, на здание МВД. Вот вчера, например, было. И только потом идет приписка, учебная там тревога, да? Но первый такой вот, а если ты не успел прочитать приписку, ничего себе в Санкт-Петербурге произошло нападение на здание МВД. Так у нас такие заголовки, сейчас вообще все с юмором, засилий юмора. У нас вот в заголовке, допустим, спортивная какая-то заметка. Рука Москвы. Оказывается, ССКА выиграла Спартака в баскетбол. Рука Москвы. Вот, у нас четвертый звонок, буквально за считанные минуты. Две дамы были или один джентльмен? Ну, дама. Ты думаешь дама, а я думаю джентльмен. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я угадал, джентльмен. Я хочу всегда слушать Путина внимательно. Вот хочу разобраться, что он говорит. Вчера он сказал, в строительстве нам мешает 50 одно мероприятие, по которому мы двигаться дальше не можем, спрашивается. Так почему же за 15 лет он первый раз говорит об этом? Мы действительно двигаться не можем. Потому что строительство, строительство, в системе капиталистического строительства, не имея законов, законов развития, как же он должен строить и государство-то? Ну, понятен. Ваш вопрос понятен. Вот эти все преграды, преграды, которые есть, это СНИП, строительные нормы и правила. Мы не можем работать без законов. Да, спасибо, хорошо. В общем, вопрос был такой, хороший вопрос. Очень понравился ваш вопрос. Опять звонок. Прям не успеваешь ответить на один вопрос. Ну, сейчас дам. Я запомнил вопрос. Вот что значит политическая непередача. А всего мы случайно сказали про Путина. Пошутили и уже пошли звонки. Но вообще удивительно. Вот в порядке комментариев я могу сказать, что удивительные вещи мы сейчас наблюдаем. Владимир Владимирович пишет статьи по разным вопросам. По национальным, по внутреннему устройству политическому и так далее. По внешним политическим вопросам. И вдруг в этих статьях такое ощущение, что он вдруг проснулся и увидел проблемы. Он их перечисляет и говорит, что мы с ними будем бороться. Но действительно прав наш слушатель. А куда же он смотрел тогда предыдущие свои сроки? А с другой стороны, он не прав, потому что любой правитель в любой стране, он не нравится. Ну, когда еще его выбирают, вот первые его шаги. Это так же, как звезда, не только политическая. Как звезда музыкальная там и так далее. Вначале нравится. Пугачева так всем нравилась. Ой, такая хорошенькая. Потом уже ее песню, вот как только слышишь ее песню, сразу переключаешь. Потому что она вовремя ушла. Из массового употребления ушла. А Владимир Владимирович продолжает присутствовать. Нет, я что хочу сказать, что, во-первых, все делают ошибки. Даже Бог делает ошибки. Совершил массу тоже ошибок. Я бы, честно говоря, Кость, с твоего позволения, все-таки от политики мы куда-нибудь отношали. Мы поговорим о джентльменстве. Да, хорошо, хорошо. Но я просто хочу сказать, что тебе можно делать ошибки, а, допустим, человеку высокостоящему, президенту, нельзя. Хотя у него такое количество забот, и он просто не может безошибочно работать. Может. И он виден всем. Готов дискутировать с тобой. Он всем виден. У него, ему каждая лыка в строку президенту. Если бы президент был один, вот вообще один, и ему нужно решать все вопросы, и как провести водопровод, куда-нибудь детский садик и так далее, тогда понятно, конечно, не разорваться. Но у него огромный аппарат. Президент не может все решить. Вот где-то там прорвало трубу. Да. И говорят, ой, у нас батареи не топят, Путин, вот Путин из-за Путина там, или там из-за Матвеенко. Я думаю, так не говорят. Это надо в ЖЭК обращаться, если прорвало трубу, правильно? Я думаю, что все вот то, что мы сейчас видим, некое недовольство в обществе, это вопрос о справедливости. И просто общество наше, к сожалению, не находит, часть общества не находит ответов на вопрос о справедливости. Почему одноклассники Владимира Владимировича все мультимиллиардеры? Почему вот такое расслоение в обществе и так далее? Тогда тебе надо за Зюганова голосовать. Я не знаю, пока нет. А ты знаешь, мне уже стали больше нравиться коммунисты. Чем кто? Чем вообще капитализм? Мне как-то этот капитализм очень надоел вообще. Такое расслоение общества огромное. То есть в Скандинавии, например, ну это социалистические королевства в Скандинавии. Датское социалистическое королевство, шведское, исландское, норвежское. Там, если ты богатый, тебе не дают стать очень богатым. Тебя такими налогами душат и равняют. Если ты бедный, тебе не дают быть очень бедным. Тебя все время приподнимают. Там разрыв очень маленький. Самый большой разрыв это у нас вообще между богатыми и бедными. Есть страны, но поверьте. Ну, Африка. Ну, мы Африку уж не берем. Ну, Индия. Ну, что ты. Ну, Индия, да. Кстати, больше всего миллиардеров в первой десятке из Индии выходцы. Ну, может быть. Там десятки, там несколько человек из Индии. Я так думаю, что мы с тобой все-таки не относимся к миллиардерам. Да. Ну, давай, хорошо. Все-таки вот мы перейдем вот к такому вопросу, как автомобиль. Все-таки ты автомобилист, ты был еще и автогонщик, по-моему, да? Нет. Бог миловал, слава Богу. Ну, что-то такое про тебя говорили, что ты так вот водишь машину. Я, кстати, в твоей машине тоже неоднократно сидел. В какой из? В какой. Ну, у тебя сейчас Ягуар, да? Да, ну, такой недорогой. Был Мерседес. В общем, говорят, что ты живешь просто в автомобиле. Нет, это... Ну, ты шутит так, шутит, да. Это когда-то давно на сайте радиостанции Радиорокс был написан маленький такой вот, я не знаю, как называется, маленький текстик, описывающий человека. А вот видишь, какой он яркий оказался. Что этот человек живет в Мерседесе. Вот что значит афористично сформулированная мысль. По-дурацки, я бы сказал. А тебе не кажется, что автомобиль это такой большой радиоприемник на четырех колесах? Вот у меня есть один знакомый, у которого автомобиль дешевле, чем музыкальная вся вот эта вот... Весь этот комбайн внутри автомобиля. Он такой любитель музыки. Да. Что автомобиль ехал и его качало там на всяких пригорках, а музыка в центре остается, она не движется. Она четко идет музыку, чтобы его музыкальный слух не оскорбила. Вот ты как вообще к этому относишься? Я люблю музыку в автомобиле, естественно. И я не знаю людей, которые не любят музыку в автомобиле, может быть, единицы. Я помню однажды Михаил Сергеевич Боярский. Сергеевич, правильно? Михаил Сергеевич, так же, как Горбачев. Да, да, да. Все правильно. Простите, Михаил Сергеевич. Смотрите, забыл отчество, да, даже. Вот он у нас был в студии, ну, неоднократно. А вот во время одного интервью тоже был задан ему вопрос, что вы любите слушать в автомобиле. И мы ждали какой-нибудь ответ. Скажем, мы любим слушать музыку группы Назарет или ACDC, ну, что-нибудь динамичное. Или, наоборот, джаз расслабляющее. А он сказал, вы знаете, я вырвал приемник, выбросил, я слушаю в машине звук двигателя и тишину. Потому что я так устал от музыки. Вот есть такая, пожалуйста, позиция. Вот ты вел такую передачу «Уступи дорогу» телепрограмму на канале «Рамблер». Потом ты вел еще какие-то на MTV даже ты вел. Да, это уже автомобильная передача. Потом на телеканале «ТВЦ». Да. Вот за что ты любишь телевидение? Вот я, например, люблю больше книги, чем телевидение. Потому что книга не прерывается рекламой. Вообще сейчас у нас все прерывается рекламой. Везде. У нас без рекламы только один канал, мочеиспускательный. Неправда. У нас есть телеканал «Культура», есть спутниковые телеканалы. Ну, ты говоришь об исключении. Хорошо. Одно исключение может быть. Может быть. Разве на телеканале «Культура» нет рекламы? Там рекламы спектаклей, концертов. Мы посмотрим после эфира, специально поинтересуемся этим вопросом. Ну, по-моему, нет. Ну, не важно. Хорошо. Ну, не важно, да. Что ты имеешь в виду под вопросом, нравится ли тебе телевидение? Телевидение как процесс, как съемки, как вот эта вот жизнь вся закулисная? Или как продукт? Нет. Вообще, за что ты любишь телевидение? Телевидение как продукт. Чтобы себя показать? Или ты какие-то социальные идеи хочешь продвинуть? Телевидение... А я не могу сказать, что я его люблю. И чем дальше, тем меньше. Но в нем работаю. И сейчас вот временно не работаю в телевидении. И, честно говоря, даже рад. Телевидение для меня – это зимние съемки автомобилей. Это всегда холодно, это всегда много дублей, это всегда какая-то грязь, это всегда ветер в глаза. Это, ну, вот всякие неудобства, связанные с натурными съемками, с уличными. И всегда большая радость снять автомобиль внутри. А вот я тебе про уличную видеосъемку хочу, значит, сказать следующее. Вот такая телесъемка в парке. Девчонки, а давайте мы вас снимем. А по какой программе? А по полной. Вот ты мне скажи, пожалуйста, вот снимать девушек с видеокамеры в руках легче? Я не оператор, понятия не имею. Нет, снимать девушек имеется в виду в другом смысле. В другом смысле, ты понимаешь, я не могу... Смотрят дети, смотрят родственники. Как я могу искренне отвечать на такой вопрос? Ну, ладно, хорошо. А ты можешь? А у меня нет видеокамеры. А мама смотрит, наверное. Так, хорошо. А вот ты согласен, что телевизор это мусоропровод, который ведет в квартиру? Да. Я тебя сейчас про телевизор буду пытать. Согласен, абсолютно согласен. И если у вас есть навык быстрого переключения, то есть ты хватаешь пульт и кричишь перед этим, сволочи, я не хочу это смотреть, и ищешь кнопку, где раз нашу, о, слава богу, переключил. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот ты знаешь, вы заметили у психологи, что мужчины чаще переключают. То есть мужчина все время держит пульт в руке, а женщина может так вот смотреть долго вот какой-то сериал. Потому что мужчина охотник, он охотится за изображениями в том числе, за видеорядом. А женщине, в общем, ей это меньше нужно, она уже, муж рядом, что ее переключать? Вот он сидит, он все за ней переключит. А вот эти телесериалы, в которых не снялся только тот артист, которому не дозвонились, вот эти телесериалы бесконечные, вот вообще как это, мыльная опера, вот ты как к ней относишься? Очень плохо. Я прохожу, например, мимо скамейки, на которой сидят старушки, или мне мама рассказывает, она тоже сидит с этими старушками, и они все спорят между собой. Но мы говорим о разных вещах. Она говорит, она от этого, нет, она не от этого, а от того, а тому она сделала тот. Да нет, тот это мент, да какой он мент, он бандит. Потому что артист в одном сериале играет, один и тот же артист играет мента, в другом он играет бандита, и у них такая каша в голове, что они спорят о разных телесериалах, кто от кого родил, кто от кого бросил и так далее. Отвечаю. Ты говоришь об обсуждении сюжетных линий людьми уже почти нового возраста, которые вот наслаждаются, ну, как шахматной игрой. Вот действительно, Хуанита и всякие там менты, кто с кем переспал и так далее. А я смотрю, оцениваю вот эти сериалы, как очень вредное произведение человеческого мозга, которые, вот мне кажется, которые очень большой вред приносят подрастающему поколению. Вот поясню, что я имею в виду. Обрати внимание, в этих сериалах практически во всех, если это анормальная относительно жизни, то есть без крови, без каких-то там убийств, то там все менеджеры крупных рекламных компаний, все ездят на BMW X5, у всех квартиры прекрасные, у всех вот, и заботят их только какие-то вот такие чувства, что, а вот он меня там не очень любит, а вот, может быть, я его там не очень полюблю. Но при этом нигде не говорится, то есть вот определенный уровень жизни, он дается как данность. И молодое поколение, которое подрастает в семьях не очень благополучных, в которых вот только-только на поесть, и они видят вот эту жизнь, которая вот такая, они воспринимают ее как нормальную. Мне кажется, что это очень неправильно, потому что если бы нашим молодым людям рассказывалось бы о том, что нужно учиться, стать программистом, создать сеть Facebook, стать очень богатым человеком, платить много денег на благотворительность, заниматься исследованием по борьбе с раком и так далее, и так далее, и так далее, тогда как-то вот это нормально. А когда тебе сразу говорят, и как данность имеется в виду, что ты должен ездить на хорошем автомобиле марки Porsche, и квартира у тебя из 50 комнат, и тебя заботят только о том, почему твой друг уехал на Багамо с какой-то другой девушкой, а где вот эта нижняя часть, понимаешь? Мне кажется, это очень вредит мировоззрению молодых людей, и потом мы получаем вот эти психозы, самоубийства, люди не знают, куда себя применить, идут сразу в бандиты, чтобы сразу это все получить. Ну вот ты сказал... Ты спросил, я сказал. Да, пацан спросил, пацан ответил. Вот ты затронул молодое поколение, вот я слышал, как пожилые дамы, вот прохожу опять мимо и слышу на скамейке, они говорят, какую срамоту теперь показывают по телевидению. Глядишь на это, глядишь на это и думаешь, как это можно было-то, и так можно было, и эдак, и вот так. А мы и жизнь прожилили. То есть ты согласен, что телевидение, это вообще просвещение, основная функция, что телевидение просветительское. Я думаю, основная функция телевидения очень простая, это зарабатывание денег, к большому сожалению. Нет, это оно стало таким. Да. Но мы же о нашем телевидении говорим, правильно? То, что мы переключаем. Если вы попадаете на телеканал Discovery или на телеканал National Geographic, вы видите интересные действительно передачи, посвященные другим мирам, космосу, науке, опять-таки, социальным вопросам, как должно быть в обществе. На наш канал. А наши каналы, это, не смотри, дежурная часть. Наш канал очень просветительский. Да, сплошные трупы, отлетевшие ботинки при ДТП. Да, это есть, к несчастью, к большому. Но вот такая желтизна повальная. Можем долго на эту тему говорить, я не знаю, стоит ли. Если вот одним словом, одной фразой наше телевидение, честно говоря, меня очень так расстраивает. Ладно, я уже взрослый, я хоть могу как-то понимать, куда переключиться. А дети? Вот как объяснить ребенку маленькому, что правительство, оно для того существует, чтобы сделать жизнь в стране лучше. Ребенка вообще не интересует правительство. Ну, правительство, это учительница. Хорошо. И родители. Вот его правительство.